В 1947 году я шел поздно вечером из детского сада и вдруг увидел, что на доме из зданий красивые три буквы Х. Я пришел домой и спросил маму, что это такое, сделано было из лампочек на здании маловаренного завода. Мама мне сказала, что мы празднуем 30-летие Октябрьской революции. С этого момента я был всегда очень трепетно настроен на все юбилеи Великого Октября. Во-первых, я принадлежу той семье, которая благодаря революции все-таки что-то смогла осуществить. Отец мой стал хорошим слесарем, мама стала журналистом. Война, конечно, многое изменила, но все равно каждый раз, когда приближался какой-то юбилей Октября, то это воспринималось и мамой, и мною, поскольку отца уже не было, всегда очень празднично. Это не значит, что был какой-то большой стол или там какие-то тосты, но всегда что-то было хорошее. Либо мы с мамой шли в театр, либо, может, в музей, но что-то было интересное. И вот получилось так, что когда уже в сознательном возрасте я стал предполагать, когда же будет юбилей столетия Октября, какой будет, наверное, всенародный праздник. Конечно, я это наивно полагал, но другая мысль еще меня всегда тревожила. А доживу ли я до столетия Великой Октябрьской социалистической революции? И вот получается так, что я дожил до этого юбилея, но у меня отношение к тому, что произошло в стране, такое, что действительно жаль мне и наш народ, и нашу страну, и всю нашу историю, которая почему-то вдруг как-то повернулась все вспять. Почему-то замалчиваются великие подвиги народа, а отдельные герои, которые раньше были всегда на страницах учебников истории и в каких-то интересных книгах, почему-то стали ошельмовываться. Другие, почему-то, наоборот, стали занимать места в истории, хотя никакого такого отношения к великому нашему прогрессу не имели, наоборот, только препятствовали людям двигаться дальше. И я так вообще думал, как же отреагирует сегодняшняя наша власть на вот столетие Великого Октября. И заметил, что в какой-то части это проявилось положительно, потому что не власть, а люди все-таки отмечали этот юбилей. А в каких-то местах, может быть, даже и власть так играла двуручнически с тем, чтобы вот так сыграть, вроде бы лояльность некоторую проявить. Но в целом по всей стране это, мне кажется, было не достойно той Великой Революции и тех великих свершений, которые были осуществлены. Мне даже иногда казалось, что, может быть, вверх взяли сейчас в нашем обществе внуки или правнуки жандарственских офицеров, либо каких-то великих князей, или каких-то, может, фабрикантов, которые действительно потеряли эту революцию и богатство, и, может быть, даже жизнь. А простые-то люди все-таки от этой Великой Революции выиграли, получили высокое образование, стали замечательными работниками на производстве или науке, а как-то чувствуют себя сегодня пасынками, сиротками, вместо того, чтобы как раз гордиться вот этой нашей великой историей. Ну и еще, конечно, много всякого мракобесия вдруг выпало на поверхность. И это тоже удручает, потому что вместо подлинной стоящей истории, которая все-таки просматривается через толщие лет, нам предлагают видеть Россию чуть ли не раньше, чем египетская цивилизация, нам предлагают видеть какую-то избранность ее более высокую, чем у всех других народов, нам предлагают вообще терпеть бесконечно, и этот лозунг многотерпения становится нашим знаменем, а при том всем видно, что несправедливость торжествует, она торжествует во всем. Поэтому мне кажется, что вот этот юбилей Великой Октябрьской революции должен стать еще и уроком. Как мы многое потеряли, как мы многое легко сдали, как мы отступились от того, что вообще-то, чему клялись. И это я беру для себя такую вину, потому что, ну, какие-то годы проявил тоже такое легкомыслие. Я помню, когда шли разговоры о том, что нет хозяина, нет хозяина, должен быть хозяин, я понимал, что должен быть, конечно, какой-то хозяйский класс совсем, но всегда говорил своим друзьям, вот ты думаешь, ты будешь хозяином, а представь себе на секунду, что кто-то другой хозяин, он тебя свернет бараний рог, неужели ты этого не понимаешь? Ну, наш народ легкомысленный, такой легкодумный, такой простодушный, и поэтому позволил каким-то людям действительно захватить власть, богатство страны, а те, кто так благодушенствовал, фактически и свернул в рог.